И расскажу вам случай очень интересный с витамином D. Он произошел не на нашем с вами круизе, а на пятом потоке. Тем не менее, этот вопрос был, у нас сейчас опять всплыл, то есть есть какие-то ритмы, да, повторяющиеся. И он будет очень в тему, я о нем еще нигде не рассказывала об этом случае, хотя всем давно обещала. В общем, одна девочка гуляла под солнышком, кушала рыбку и семена, пила даже добавки с витамином D, но витамин D никак не хотел подниматься. И Алиска тоже спрашивала, как понять, что я здоровый человек, которому не нужны витамины. Может быть, мне и нужны. И я ей отвечала, что здоровый человек тот, который может их съесть. Если нету рта, тогда, вероятно, нужно пить добавки. А если мы можем разжевать, если мы способны сообразить, что нам купить в магазине и приготовить, да, там жирную рыбу или добавить кунжута в йогурт, это не займет много времени, и мы получим гораздо больше, даже по сравнению с витаминами, гораздо больше натуральных и взаимодополняемых веществ, которые в лаборатории просто не сделать. Так и вот, была девчонка, которая все это уже делала, ела из еды, ела из добавок, гуляла на солнце, все на свете делала, но витамин D по анализам никак нормально не рос. И тогда мы пошли в медитацию с ней на личной, в пятом круизе, и она спросила у своего гипофиза, мы помним, что гипофиз управляет щитовидкой, она в свою очередь в контакте с сердцем, сердце тоже, то есть они там все друг с другом общаются, щитовидка там за надпочечниками глядит, у нас все эти связи есть в нашем с вами курсе, что все там дружненько общаются, делегируют друг другу часть задач, и у всех все хорошо получается. И вот мы пришли в медитацию и спросили у гипофиза, типа, в чем вообще проблема, почему мы солнышку не радуемся, что тебе не нравится ни БАДы, ни еда, когда уже будет нормальный витамин D. И ответ вас очень удивил, потому что гипофиз сказал, что в целом витамин D ему знаком, и даже они сами своим организмом могут его синтезировать, получают через солнце, через кожу, но повышенное количество радости гипофиз пугает, потому что он бы хотел, чтобы все было рационально, спокойно, вовремя и своевременно. А вот эти вот ваши эмоции, девушка, они тут нам ни к чему. И мы его уговаривали действовать по-другому. Рассказываю, как это чувствовалось все по очереди. Мы сначала заземлились, пошли в землю, получили там свои подарки, которые нам дали, вернулись обратно, убедились, что физический центр в порядке, убедились, что центр воды в порядке, убедились, что центр эмоций в порядке. Дошли до сердца и обнаружили проблему с давлением. Сердце ущемляло вилочковую железу. Это такая железа, которая рядышком с сердцем, они вместе сотрудничают, то есть сердце вот так делает. А вилочковая железа смотрит, чтобы давление нормально получалось, когда он кровь гоняет по всем органам. Это важно, этот инструмент понимать, потому что благодаря вот этому их развлекалову, у нас все повсюду и течет, и все везде питает. Сердце ущемляло вилочковую железу, и она уже выглядела как тоненькая какая-то ниточка неприятного вида, потому что сердце перетягивало на себя все функции. Потому что, почему оно так делало? Тоже не потому, что оно злодей, а потому что оно включило защитную реакцию и старалось расплющить всех из себя в том числе. Потому что спереди постоянно, мы помним, что сердце – это центр ментального тела, и спереди постоянно шла информация о том, неприемлемая для сердца, о должностовании, о том, что надо делать по работе вот это, надо быть вот так, надо быть такой, надо чтобы то, надо чтобы это. А сердце это все абсолютно не нравилось, и сердце упорно противостояло, так противостояло, что уже начал расплющивать там всех и вся, и себя в том числе. В то же время вилочковая железа готова была выйти вперед и как дамочка все так интуитивненько разрулить. Она была готова выйти вперед и попробовать, и она понимала, что если не воевать, а фильтровать информацию, которая идет, которая даже неприятна бывает, то можно попробовать как-то новый какой-то результат, получить для себя. И тогда эта девочка вместе с своей вилочковой железой приняла решение, что она будет просто кивать там по работе, говорить, да-да-да, вы абсолютно правы там, Сергей Семенович, и делать все равно все по-своему. И благодаря этому ей не придется постоянно спорить, потому что в итоге она все равно, она же не глупая девочка, в итоге все равно наверняка права она, потому что она занимается этой работой, а Сергей Семенович начальник, который давно не был на ее месте. У нее вот это вот постоянное доказывание, что я права, надо слушать меня, я там с этим уже столько раз справлялась, почему вы Сергей Семенович опять со своей фигней. Вот на это уходило много времени, сил, и сердце чувствовало излишнее давление. И также вилочковая железа слушала про витамин D, но он до нее не доходил. Она рассказала девочке, что однажды был такой всплеск счастья, что они насинтезировали все витамины, которые только могли быть, и в том числе витамин D. Но суперсчастья бывают редко, особенно такие, чтобы прям штырило. И тогда они решили все вместе сами закатить вечеринку с танцами, с приглашенными звездами, встречу без галстуков для всех своих внутренних миров. И вилочковая железа попросила для себя из земли камешек красненький, который там впоследствии оказался каким-то минералом, это нам потом пришло, что это такое было, по-моему, это было железо, для того, чтобы она одела его перед собой, вот не как рюкзак, а впереди, как влаты, чтобы чувствовать себя такой сильной супер-женщиной. Вот, и она положила туда этот красный камешек, напоминаю, в медитации все дело происходит, надела его перед собой, и сердце перестало плющить и колбасить, появилось пространство между ребрами и сердцем, стало легче дышать, вокруг стало море пурпурным, красивым, и пошли выше. Мы дошли до щитовидной железы, и как раз, а, вот этот бордовый камешек, он еще должен был уводить лишнюю отечность, и тогда мы пошли к щитовидной железе. И в щитовидной железе мы обнаружили, что ей не хватает териотропного гормона. Алиска, надеюсь, ты еще слушаешь. И оказалось, что териотропный гормон они все знают и слышали, но они уронили его на складе, и поэтому было какое-то потрясение, сильное, и они там все все побросали и побежали, все упало и рассыпалось на мелкие осколки. И мы завернули все это в жировые оболочки, вот почему нам еще нужны жиры, для того, чтобы осколками все не порезать и не пораниться. И соединили прямой связи щитовидку с центрами воды, огня, потому что она отвечает за коммуникацию, а также за распределение по другим центрам, в частности воды, да, по почкам, чтобы уходили отеки. И другие центры как раз отвечали за то, чтобы раздавать распоряжение по своим функциям. А осколки мы от оболочек, которые рассыпались, мы вместе в жировых оболочках опустили по лимфы до селезенки, и там они типа пригодятся из этого рассыпанного ТТГ. Селезенка по медицине у нас как кладбище эритроцитов идет, но это не совсем кладбище, это скорее ремонт санаторий. Ее сюда попадают отжившие клетки крови, они там потом восстанавливаются, как-то по одной ей известной технологии, она отсеивает те, которые уже совсем мутили, и те, которые еще могут поработать, еще там на дачу их можно одеть. И мы решили, что здесь нужно расширить пространство для того, чтобы теперь эти контейнеры с ТТГ, териотропным гормоном, складывать не вертикально, чтобы любое сотрясение все рассыпалось, а горизонтально, да, то есть мы расширяем наше социальное тело, наш момент, как мы можем выражать себя, и сделали это пространство бесконечное. Ему нужен был помощник, чтобы все успевать и держать под контролем, и мы отправили запрос на новый териотропный гормон в гипофиз. Гипофиз именно отправляет щитовидке этот гормон на то, чтобы она дальше с ним разбиралась, и мы его ждем с дня на день, получили мы ответ. И что в горле уже все хорошо, мусор мы выбросили, пазухи там все прочистили, там нюхают эвкалипты, розмарин, всем, короче, классно. Все довольны. Речь еще была про заложенность носа. И потом гипофиз, когда мы дошли до него, мы заметили, что он от середины чуть смещен к затылку, и его бесит постоянная неучтенка, что очень много информации, очень большой объем, большая скорость, большая спешка. Из-за спешки он уронил этот контейнер. Мы ему дали какой-то прозрачный камешек, который, опять же, им земля дала, он как сейлормон влепил его себе на лоб, и теперь этот камешек давал ему кристальный порядок, как в аптеке, и вносил ясность во все эти процессы. По окситоцину он сказал все вопросы к щитовидке, чтобы она там радость получала из своего нового пространства. И зачастую щитовидка у нас на медитации просит красивый шарфик, симпатичную одежду, порисовать что-нибудь красивое, почитать стихи про любовь. То есть она у нас такая, вот та самая девочка-девочка. А гипофиз часто оказывается мужчиной или и мужчиной, и женщиной. И он сказал, что по окситоцину это вопрос к щитовидке самой, а по всем остальным гормонам он умеет решать, он справляется, и он просит у нас больше фильтровать информацию, еще больше своим намерением отсеивать, что нужно, что не нужно, проявлять больше осознанности. И тогда он действительно может витамин D сам впитывать через кожу, когда не будет всяких лишних лам ему мешать, который его отвлекает. И что когда был всплеск того самого суперсчастья, о котором говорила вилочковая железа, то он вообще оказался в несознанке. И он предлагает наладить связь с вилочковой железой, для того, чтобы радость сердца больше не шокировала ум, и девочка наладила связь между гипофизом, вот этим своим солидным мужчиной, и вилочковой железой, такой болтушкой в сердце. И тогда гипофиз сказал, что он празднику, вот такому внутреннему вечеринке этой, и синтезу витамина D мешать не будет. Он даже хотел бы тоже поучаствовать, просто в прошлые разы его так херануло, и что он теперь осторожно зрителям сначала посмотрит, а потом может и поучаствовать. И потом она сдала анализы, и витамин D оказался в норме. И мы также спрашивали, почему белок в крови низкий, это там было связано с аллергией, у нее тоже были эти результаты анализов до, и гипофиз ей на это дал ответ, что неужели она еще не привыкла к тому, что у нее все немного понижено, и давление, и пульс, и температура. При этом гипофизу всего абсолютно достаточно, и всему телу, чтобы все постоянно систематизировать. И даже вот сейчас, когда все вроде бы низкое, есть какая-то неосознанная неучтенка, в правом полушарии гораздо больше идет работа, и гораздо больше там работников, в левом чего-то не хватает, она добавила и в левое полушарие себе там помощников и разобралась там. И вилочковая железа теперь фильтрует информацию не только через мозг, да, получается, что нужно, что не нужно с логической точки зрения, но сначала вся информация через наш менталитет, ментальный центр проходит на формат интуитивного нужно-ненужно. То есть как-то она эмоционально-энергетически этот процесс редактирует, и поэтому гипофизу становится меньше работы, и все от этого довольны. И какие выводы? И также симметрично она расширила пространство, то есть когда она смотрела свое информационное тело, то было только справа, а слева что-то кого-то не доложили, она это сделала все симметричненько, красивенько, все стали довольны. Вот такой интересный опыт, и выводы, которые тут можно сделать, это то, что, во-первых, даже к счастью, нужно быть готовым целиком, тогда наше счастье насинтезирует нам все, чего нам только нужно. И, во-вторых, что даже если у нас по анализам чего-то там не входит в общечеловеческую норму по жизни и всегда, то это еще не повод бить тревогу, невозможно, это наша какая-то особенность. Продолжение следует...